Своя категория до 70 килограммов, напоминая по Ки-1, у нас три раунда по три минуты, тинейджер Вадим Босный, 18 лет парню, это его профессиональный дебют, синий угол, традиционно первый уходит в антагон представителей именно этого угла, победитель Кубка Европы по кикбоксингу неоднократный, победитель республиканских соревнований по Ки-1. Дмитрий Бесюк будет его соперником, несмотря на то, что он на пять лет старше, собственно говоря, и у Дмитрия, это тоже дебют, но понятно, для разогрева, для первого боя, как раз ребята приблизительно одинаковые опыты. Да, два дебютанта, двое молодых парней, которые должны сегодня показать, а точнее начать наш BFC 57, надеюсь, очень жарким поединком. Сейчас приводят в порядок Козного, для того, чтобы он вышел в октагон. Дмитрий Бесюк, победитель призем международных трениров по кику, по кикбоксингу и, что немаловажно, по микс-файту, любопытный вариант. Тоже дебютант именно на профессиональном уровне. Да-да, у него именно был один бой по ММА, давновато уже, но вот видите, решил попробовать себя именно в кикбоксинге. Наверное, он считает, что у него здесь больше шансов. Давай посмотрим. Ну, кстати, я тебе скажу, что на самом деле мы с вами видели уже в рамках турнира BFC неоднократно такие случаи, когда люди дебютировали по микс-файту и перебирались в кикбоксинг. Да, у нас есть такой проспект, как Игорь Молчанов, который постоянно у нас выступает по ММА, по кикбоксингу, но, видимо, он уже определился и последних пару поединков он проводит только по этому виду видеонабора. Весовая категория, напомню, до 70 килограммов, тут есть немаловажный нюанс, связанный с дистанцией атаки. У Вадима Возного преимущество должно быть, он на 80 сантиметров выше. Вадим Возный! Он открывает борца из белой кона. Он 170 см, его официальный весит 70 килограммов, 23 лет, и это его профессиональный дебют. Дмитрий Би-Цюк! Внимательное слушание команды. Желаю красивого участка с нами по углам. Ну и рефери у нас традиционно, люди опытные. Да-да-да, дал команды перед боем. И мы видим, что Би-Цюк настраивается, уже в стойке, готов бежать и забирать этот бой. Ну, посмотрим. Ну, даже визуально заметно, что реальная дистанция атаки за Возным. Посмотрим, сумеет ли он воспользоваться этим преимуществом. В кикбоксинге, конечно, это гораздо проще. Очень интересно увидеть, как будут эти два оппонента начинать этот поединок. Потому что это дебют на профессиональном октагоне, можно так сказать. Всегда есть какое-то волнение в первый раз. Справятся ли они с ним? Ну, тем более, что у нас идет трансляция на множество стран и в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Поэтому, конечно, бойцы всегда стараются себя править в лучшем виде. Редко забывая, не редко забывая о защите. Вот как сейчас, да, не удалось удержать на дистанции Би-Цюку. Да, Би-Цюк очень дерзкий, очень дерзкий Би-Цюк летит вперед. Ой, какие размены пошли у нас. Ну, по сути, разведки-то никакой и не было. То есть, сразу, сходу приступают к делу. Хотя, мне кажется, что Вознаму стоило бы, да, почаще работать киками, ногами. Ну, Пи-Цюк пока доминирует больше, мне кажется. Ну, Пи-Цюк занял 80 дистанцию. То есть, он быстро достаточно. Но вот сейчас не успел отойти, не пропустил через левую руку. Напрометчивый такой, да, он вроде летит вперед, бьет так четко, но опускает руки, получается, в ответ контратаку от Вознана. Посмотрим, сумеет ли 18-летний боец и Щучина воспользоваться теми огрехами. Но вот сейчас и левая от Би-Цюка достигает цели. Пока, возможно, такого акцента серьезного нет, потому что и тот, и другой, ну, визуально даже не пострадал. Не пострадали, но, мне кажется, неплохо почувствовал Вознаму, как и попадание в челюсть от Би-Цюка. На оттяжке красиво сработал Вознан, не хватило, я бы сказал, ему длины рук именно достать своего оппонента. Хорошо тянулся, провел двойку, но чуть-чуть не достал. Вот любопытно, что именно ему не хватило длины, с учетом того, что, еще раз повторимся, у него преимущество в дистанции. Чуть-чуть застаивается на нужное состояние, на нужную дистанцию, можно? Немножко так пункт упал, уже начали присматриваться, подустали два бойца, потому что вначале полетели друг на друга. Итак, завершается первый раунд, надо дать должное бойцам. Дебют настоящий, получается, да, то есть люди, собственно говоря, не жалеют ни себя, ни соперника, стараясь произвести впечатление активной работой. Явно атака приводит на защиту. Да, именно хорошо они начали свой дебют, не жалеют ни себя, ни соперника, естественно, да. Идут в бой, показывают очень яркий первый поединок нашего BFC в передачи. Ну, наконец-то, с Андреем здесь не занимаемся подсчетом непосредственно ударов, аппетитированный питочник. Но с вами неоднократно, что любви, что в том, что тут и другие попадают, чем немало. Бинтек, прочих, раны, все идеально дают предпочтение тому, кто атакует, кто держит за собой центр. В данном случае автогонок, кто является первым номером. Здесь у нас, конечно, Дмитрий Петюк был получен. Да, да, значительно он лучше смотрелся и попадал больше. Но мы прекрасно знаем, что наше мнение может происходить с мнением. В углу Михаил Ковалев. Напомню, что возный выходец из чучинского филиала знаменитого клуба «Ченук». И вот как раз тренируется Курикова с Конставалевой, Сергеем Дворецкого, ну и, конечно же, к Сергею Ивановичу. Второй раунд. Отдохнул Петюк и опять начинает нагнетать. Не хопотать, неплохо. Да, чуть пошагнул, но скорее даже такое было ощущение, что просто чуть лицарь равновесил. Он возный, но хорошо он, да, действительно, реально. Первые 30 секунд остается за Бетюком. Он сейчас значительно более плотный бой навязывает. Очень смело двигается с корпусом. Попадает, пропадает. Ничего там. Вот откровенно говоря, чувствуется, что Бетюк здесь в клевке, как хозяин, реально, да? Вот он опыт выступления по микс-майту, по Моно. Задерживаться можно, ему бы подвигаться. Это швейц даже не видит, собственно говоря. Вот-вот сейчас. Но пока под гранатом ударом Гишуко он пытается активно отвечать. Конечно, такой выплеск энергии серьезного, что у того, что у другого. Но, кстати, это не хватает Гишуко, да? Да, да, он ее хочет себя показать. Очень заряженный спортсмен. Но чего-то не хватает. Будет получше вкладываться удар, я думаю, сейчас. Ну, вот вы слышите, возможно, наверное, подсказки и голова Гишука, свинюшку. Свинь, да, вот удар размашистый, через руку. Как говорится, очутелен замах. Спортсмен, кстати, из Кобринского клуба, который именно больше продвигает ММА. Ну, вот тут боксинг тоже неплохо в Кобрине развивается. И должен развиваться, если что-то у наших традиций, как и для голова Горска. И мы можем замечать, почему Бисюк именно стиль бойца ММА. Он не идет в клинч, он не старается идти в клинч, как некоторые кикбоксеры, бойцы Мой Тай. Подвигайся, подвигайся, подвигайся. И к нему, к нему, включай, Дима, включайся, пожалуйста. Не только здесь, включай, но и к нему. Слухи, иди назад, на ноги его, иди, подвигайся. Ну, я смотрю на Гозного, как будто он и не получал града таких ударов. Вроде бы нормально, выглядит спокойно, дышан, ведет бой. Да, о чем мы и говорим, что, ну, во-первых, он крепкий парень, а во-вторых, Бисюка не хватает от центра. То есть, бьет, комбинация есть, но вот удара спрятанного в комбинации, да, который один из них должен быть акцентированным, ну, пока, по крайней мере, это не чувствуется. Но Брозный тоже молодец. Да, поэтому, возможно, вероятность, выкинет руку Возной, и не знаю, что будет дальше. Рассмотреть. Да, здесь, я скажу, не такой же простой поединок для судейства. Очень многое будет зависеть от жаркости арбитов, который сейчас находится, мы как раз совсем рядом с нами. Причем, в принципе, при всех прочих равных, преимущество, скорее всего, будет отдано бойцу из Коблина, с учетом, как раз, его активного, с учетом его акцента на атаку. Атака всегда для судей является преимуществом. Да, по нашим подсчетам, скорее всего, два раунда забрал именно Бисюк. Посмотрим окончание третьего раунда, закончится ли он по времени, три минуты, будет ли это срочная остановка, мы это уже скоро узнаем. Ну, в любом случае, Бисюк проводит этот поединок под свой токсический план, потому что видно, что на дистанции не удается. Он удерживает Бисюкани, то есть прорыт, сразу же очень серьезная, активная работа. Говорит о том, что он, скажем, преимущество, скажем, возраста, с учетом того, что ему все 18 лет, я имею в виду Вадима, насчет восстановления, да, не приходится. Все же и Бисюк, мистер Аллат, 23 года, так что в этом отношении все в одинаковых условиях. Молодцы наши профессиональные дебютанты, и третий раунд, который, возможно, станет решающим. Посмотрим, может быть, изменится геймплан у Вознова, что-нибудь нам интересное покажут, потому что ему нужно забирать третий раунд, и, возможно, весь поединок. И снова, вот двойками, рабочий правый, правый прямой. А вот они только встречают птицами, в принципе, ему не хватает, как раз комбинированной работы. Да, прижимается к сетке, пытается оттолкнуть своего оппонента, и больше ничего. Вот это же что-то неплохое, но в исполнении его зло, причем мне показалось, что попало. И неплохо попало, по защите хорошо прошло, но почувствовал Бисюк, и мне показалось, что его немножко начало шатать. Сто процентов, через блок, через защиту, вот там мы почаще, типами, ударами, гниггер-хиками. Это ведь, в конце концов, не микс-вать, здесь можно смело работать. И по средней дистанции, по корпусу. Я надеюсь, Возный почувствовал вот эту страсть, попадание четкого, прямого. И сейчас тоже хорошая встреча у него исполнения. Потому что всегда хочется, чтобы именно была интрига, когда именно один боец постоянно доминирует, а нашему зрителю, всем, кто любит этот вид спорта, становится менее интересно. Когда у нас идет бой, можно хоть сквозь, очень интересно. Тем более, ну, наверное, на каком-то апсете, говорят, не приходится, но, когда есть преимущество, болезнь, бойцов два раунда, достаточно неожиданный исход, вполне возможно. Но вот сейчас, да, достаточно неплохая, я бы говорю, изящная работа. Бойца ощущено. Сможем ли вернуться в бой, я говорила, делать камбэк у нас можно в третьем раунде. Но здесь уже нужно активизироваться, если какие-то силы остались, все их нужно бросить в бой. Ну, достаточно динамично проходят все три раунда, нет остановок, бойцы по дорогу не отдыхают, постоянно атакуют, и это вот красиво получается, яркий поезд. Отдаем должное бисеку, его не остановили. И ряд ударов у нас со стороны. И концовку этого боя собирается провести точно в такой же манере, как и первые два раунда. Хороший содержательный билдин, давайте дадим должное дебютантам. А мы, пожалуй, наверное, с Андреем будем склоняться к мысли о точке победы боя из Клубрина. Да, скорее всего, он играл все три раунда, и он будет победителем. Но, естественно, нам надо дождаться решения судьи, ведь только они решают судьбу бойцов. А Вадима Уозного поздравил с дебютом. Ему только 18 лет, поэтому нужно будет еще, естественно, подобраться опыта и воспользоваться с вами, в принципе, для этой весовой категории неплохими данными. Антрополитрия у него достойная, почти 180 лет нужно только этим воспользоваться. Дмитрий Бесюк! Все очевидно и объективно. Так, все по праву. Заслужил. Поздравляем Дмитрия Бесюка с этим успехом, с этой победой. Итак, рекорд один бой, одна победа. Уже есть возможность выборнуть. Я обязан сказать, что за крутейший бой вы показали. Вау, это было с усилий файт. Теперь можно breathe out. Это было действительно вооружение. Открытый, жесткий и принципиальный до самого конца. Это было тяжелый принцип до конца. Скажи твои ощущения, я понимаю, что сейчас сложно. Если честно, мне все понравилось, теперь он был просто высший класс. я думаю, что у меня дальше будут все такие оппоненты, если буду выступать. Так что, ну, как-то так. я знаю, что ты не только выступаешь, дебютировал по кикбоксингу, но и ты же боец ММА. Можем ли мы ожидать боя у нас в БФЦ в этом октагоне по другим правилам? Конечно, можем. Чурикен. А, коротко и ясно. Поздравляем тебя с победой. Молодец.